МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда мусор девать будем? Кто стал инициатором проверки площади и расположения суркутского полигона ТБО? И на хранение каких отходов территорию проверят теперь? Обсудим это сегодня в телевизионном обзоре новостей. Здравствуйте! Каким был тон уходящей недели, знают корреспонденты службы информации телерадиокомпании Сургут Интерновости и я, Дарья Давыдова. А вот еще темы, о которых мы поговорим в этой программе. Куда отходы девать будем? Закрытие сургутского полигона ТБО может повлечь за собой кратное увеличение тарифов на вывоз мусора. Почему свалку необходимо ликвидировать немедленно? И есть ли возможность добиться отсрочки этого решения? Подробнее об этой теме расскажет Иван Рябцев. Сургутские дороги начали ремонтировать. Пока в ямы заливают горячую смесь, которая практически не разрушается с течением времени. Но удовольствие это дорогое, и уже скоро к работам приступит тяжелая техника. На каких улицах появится новый асфальт, а где по-прежнему придется ездить, как по минному полю? Об этом совсем скоро расскажу я, Дмитрий Хруковец. На плато, так говорят об уровне заболеваемости, гриппом и ОРВИ специалисты окружного Роспотребнадзора. Впрочем, расслабляться пока рано. Один штамм сменил другой, поэтому эпидсезон и затянулся. Когда показатели по заболеваемости перестанут балансировать на уровне эпидемического порога, как можно уберечь себя от болезни, а также к чему эксперты уже призывают начать готовиться. Антонина Новикова знает больше. Культурная жизнь города на этой неделе была насыщена событиями. Сургутяне отметили День космонавтики. Комитет по культуре и туризму отчитался о своей работе за прошлый год и поделился планами изменения крупных городских объектов в 2018-м. Концепцию академической истории Югры в девяти томах планируют опубликовать до 2020 года. А рекламно-информационное агентство «Пять звезд» отметило свой 12-й день рождения. Все самое интересное в сюжете Ольги Нахайвой. Закрыть и рекультивировать полигон твердых бытовых отходов. Это последнее решение суда, который, по сути, обязал власти нашего города искать иные места складирования и переработки мусора. Причиной всему 15-километровая охранная зона. Внутри нее, согласно правилам авиационной безопасности, свалок быть попросту не может. А сургутский полигон частично входит в нее, занимая 300 лишних метров. И это при общей площади в почти 30 гектаров. Судебные тяжбы ведутся уже почти три года, и не так давно в этом вопросе была поставлена точка. Что будет, если полигон ТБО все же закроют? Куда девать мусор и насколько вырастет стоимость его хранения и утилизации на каком-то другом полигоне? Иван Рябцев расскажет об этом подробнее. Сургутский полигон твердых бытовых отходов появился в 1993 году. В 2014 прошла его реконструкция вместе с расширением. Однако позже у транспортной прокуратуры появились вопросы, основанные на законодательстве о безопасности полетов. Выяснилось, что в 15-километровой зоне от контрольной точки аэропорта находится 300 метров территории полигона. По мнению надзорного ведомства, из-за этого усложняется орнитологическая обстановка в воздушной гавани нашего города. Это, в свою очередь, может повлечь за собой потенциальную угрозу возникновения ЧП в воздухе. В связи с этим транспортная прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть полигон. По результатам рассмотрения искового заявления, апелляционным определением суда Хантамансийско-автономного округа, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. И ответчику СГМУ по СКЦ «Природа» запрещено эксплуатировать данный полигон. В администрации Сургута утверждают, что действующий полигон оснащен отпугивателями птиц. Для этих целей закупили две таких установки. А информацию о столкновениях пернатых с самолетами необходимо тщательно проверять. В некоторых СМИ вышли упоминания о том, что два инцидента в зоне действия аэропорта уже были зафиксированы с участием птиц. Но при этом не расшифровывается, каких именно птиц. В одном случае это сова, которая не живет на полигоне. И в общем, совершенно очевидно, даже с точки зрения биологической вида. В втором случае инцидент случился в аэропорту вылета и был обнаружен уже по прилету непосредственно в Сургут. Прокуроры неоднократно выезжали на этот полигон, производили его замеры. И всякий раз расстояние от контрольной точки до границы свалки одно и то же. 14 километров 700 метров. Поэтому вердикт закрыть получается обоснован. Но! Администрация города не согласна с этим последним решением суда. Естественно, будем обращаться в Кассационный суд. Сейчас уже нами подготовлено, направлено заявление в Сургутский городской суд на отсрочку приговора по операционному определению. На данный момент также сейчас рассматриваем варианты. Если у нас здесь ничего не получается, и все-таки окончательно будет полигон закрыт, будем рассматривать другие варианты. Есть частный полигон, который находится в Сургутском районе. Полигон в Сургутском районе действительно может принять городской мусор. Однако надо понимать, что его ресурсов надолго не хватит. Ежедневно из Сургута и некоторых поселений соседнего муниципалитета на полигон приезжают 250 мусоровозов. Общий годовой объем отходов достигает 800 тысяч кубических метров. Да и в случае использования другого места скопления и переработки мусора вырастет и стоимость, что незамедлительно отразится в наших с вами платежках за ЖКУ. Плечо получается в два раза не будет длиннее. Какие тарифы у этого полигона, я могу сразу сказать, что тариф в несколько раз выше, чем на нашем полигоне. То есть у нас на полигоне самый низкий тариф в округе. Есть ли возможность решить проблему путем частичного закрытия действующего полигона на как раз те самые 300 метров? Этот вопрос в суде поднимали, но ни к какому решению не пришли. Когда мы рассматривали данное исковое заявление, то есть такой вопрос возникал, но для этого необходимо дополнительное выделение земельного участка, чтобы все-таки администрация выделила еще один земельный участок, разработала там соответствующую карту и проект для образования нового полигона. То есть, ну, как я понял, для администрации это будет, города Сургута, ну, очень сложно сделать. Весь вопрос в дефиците средств. На то, чтобы разработать новый участок, нужны миллионы рублей, которых у города нет. Да и есть ли смысл вкладывать в территорию, емкость которой и так подходит к своему пределу? А в 2021 году в округе должны появиться несколько межмуниципальных полигонов, один из которых заберет на себя сургутский мусор. Практически все нормативно-правовые акты у нас разработаны, направленные на улучшение ситуации, решения задач, о которых я сейчас сказал. Проведена большая работа по переходу на новую систему, обращение с отходами и практически подготовленные документы для проведения, для выборов регионального оператора. Что создано? Для решения вопросов, по крайней мере, законодательного захоронения, переработки и использования в округе 42 полигона твердокоммунальных отходов, 20 полигонов смешанных твердокоммунальных и производственных отходов, это в основном приюта пользователей, и 8 полигонов производственных отходов чистых. До 2021 года еще далеко, и пока неясно, будут ли окончены все работы в срок. А вывозить мусор необходимо здесь и сейчас. Изыскать средства на срочное строительство перехватывающей временной свалки тоже невозможно. А потому остается только бороться за действующий полигон ТБО. Апелляции, обжалование уже вынесенных решений и просьбы дать отсрочку на текущее решение суда. Пожалуй, это все практически беззатратные варианты, которые есть у сургутской администрации. Иван Рябцев, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов. Специально для телевизионного обзора новостей. Сегодня в студии телевизионного обзора новостей Анна Раде, пресс-секретарь экологической организации «Зеленый фронт». Именно эти общественники стали инициатором судебных разбирательств по сургутскому полигону ТБО. Выясним подробности прямо сейчас. Анна, приветствую. И первый вопрос по последней информации, которую сообщают наши коллеги. Агентство накануне РО «Зеленый фронт» требует привлечь к ответственности, причем уголовный руководителя СКЦ «Природа». Именно это предприятие эксплуатирует полигон ТБО в Сургуте. Достоверна ли эта информация? Обоснование следующее. Прочитала я, что вы считаете, что не собирается предприятие, собственно, исполнять решение суда. Дело все в том, что полигон функционировал с нарушением природоохранного законодательства. И по последним данным операционный суд отклонил, так сказать, полную работу этого функционала полигона. И власти не подготовили другой участок для того, чтобы туда возили мусор из города. Соответственно, если полигон до сих пор принимает отходы и ничего не собирается с этим делать, то наше руководство считает, что полигон продолжает функционировать и закрываться он не будет. Но по решению суда они должны были уже прекратить прием отходов и уже вести отходы на другое предприятие. Вы были там? Вы видели, что машины приезжают? Вот сами видели? Лично мы пока не проводили мониторинги, прошло слишком мало времени для того, чтобы мы подключились фактически. На данный момент мы занимаемся именно работой с решениями суда и разбираемся полностью в этой теме. Что, как, зачем, почему должно быть дальше? Если немножко обратиться к истории вопроса, почему вообще, собственно, обратили свое внимание на сургутский полигон ТБО? Это было чье-то обращение или эта проверка была инициирована вашими силами? В специфику работы Зеленого фронта входит мониторинг свалок, полигонов, любые нарушения в сфере экологии. Поэтому подобные факты на территории нашей страны были, когда муниципальные полигоны, частные полигоны находились в радиусе аэропорта. В нашем случае это менее 15 километров, по законодательству должно быть 15. Из-за этого Зеленый фронт как раз-таки несколько лет назад уже начал обращаться в прокуратуру, в том числе и в транспортную, которая как раз-таки вышла в суд по этой проблеме. Он не должен находиться до 15, так как полигон все-таки мусорный, крупный, муниципальный, городской. Он привлекает птиц, которые как раз-таки создают помеху самолетам. Вам подтвердили этот факт, что птицы... Да, транспортная прокуратура проводила не одну проверку. Они самостоятельно выезжали на полигон, делали все измерения. По последним данным это 14 700, то есть не 15. 300 метров. Да, не хватает всего 300 метров для того, чтобы полигон был узаконен по всем нормам. Но это было решение суда, это не мы его принимали, это безопасность, передвижение пассажиров и любые отпуговители у аэропорта, они могут просто не справиться с таким потоком. Мы не можем так рисковать и просто пройти мимо этой темы, потому что такие полигоны уже закрывали. И я думаю, что если в России есть определенные примеры, когда эту проблему решили, почему наша крупная столица не может справиться с такой проблемой, почему до сих пор не подготовили никакой проект, потому что теме это не один год. Уже давно можно было привлечь инвесторов, землю и... Перенести полигон в другое место. Или, к примеру, его подвинуть. Насколько я знаю, Зеленый фронт обратился в Росприроднадзор с просьбой провести проверку, где размещаются принимаемые отходы первого и четвертого класса опасности. Что это за отходы и когда будут известны результаты проверки? Отходы первого и четвертого класса опасности, именно относительно полигона природы, куда будут размещаться. Ну, конкретно по полигону природы нас интересует, прежде всего, первый класс опасности, это ртуц, содержащие отходы. Экобоксы, которые расположены в городе. Их наполнение ввозят на полигон. Соответственно, опасные отходы, куда их повезут, мы не знаем. Мы эту информацию только запрашиваем. Потому что для нас это одна из основных тем на данный момент, и она актуальна. Так как в городе организовать сбор очень сложно, тем более этот проект очень дорогостоящий, чтобы он был выполнен от и до. И месяц, да, сейчас будет у Росприроднадзора на то, чтобы проверить? Нет, 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 нет. У Росприроднадзора месяц, чтобы нам ответить. Но если мы получим документы о том, что они инициировали проверку, дальше мы будем получать документы, соответственно, от кто, куда, зачем, почему и результаты проверки. Каковы дальнейшие действия, так, в общем, глобально Зеленого фронта, да, это работа с судебными решениями, я так понимаю, вы будете контролировать, закрыто, не закрыто, возят ли, не возят. И будете ли проверять еще полигоны в районе Сургута, вот конкретно полигоны ТБУ, у нас есть их еще несколько. Поняла. В функции Зеленого фронта не входит проверка решений суда, полигонов. Мы проводим только мониторинги и предоставляем информацию для надзорных органов. Контроль за исполнением решения суда будет нести транспортная прокуратура. Мы сейчас дождемся того момента, когда эта проблема более-менее будет решена. Им по закону дано 90 дней для того, чтобы исполнить решение суда. Далее активисты Зеленого фронта проведут мониторинг. А если мусор будет туда продолжать свозиться, соответственно, мы отправим следующие запросы, документы, да, куда, почему, почему это происходит на данный момент. Далее. Полигон природа должен рекультивировать земельный участок после мусора. Но так как у них должны быть соответствующие документы на это, они, по нашему мнению, физически могут это не успеть за 90 дней. Поэтому мы будем ждать, когда появятся какие-то свежие данные от власти и от надзорных органов. Анна, спасибо. Сегодня в студии телевизионного обзора новостей была Анна Раде, пресс-секретарь организации «Зеленый фронт». А каким был тон этой недели, мы продолжим рассказывать вам буквально через отбивку. Не переключайтесь. В Сургуте началась кампания по ремонту дорог. По традиции, в самом начале бригады занимаются заделыванием ям и выбой на магистралях. Заплатки укладывают там, где наличие дефектов создает потенциальную возможность повышения уровня аварийности и травматизма. Примечательно, что в прошлом году на администрацию Сургута или профильные муниципальные предприятия в суд за плохие дороги иски подали два человека. Одно из таких заявлений было удовлетворено. Содержание магистралей в нормативном состоянии – обязанность властей. Однако, по подсчетам экспертов, чтобы снять наболевший вопрос о качестве сургутских улиц, необходимо 2 миллиарда рублей. Одномоментно. Таких денег в бюджете Сургута на эту статью не было, пожалуй, никогда и, наверное, не будет. На каких улицах появится новый асфальт в 2018 году? А где по-прежнему придется ездить, как по минному полю? Об этом прямо сейчас Дмитрий Круковец. Ремонтные бригады на сургутских дорогах появились на несколько дней позже, чем в прошлом году. Первые ямки начали заделывать вместе с полным сходом снега с проезжей части в последних числах марта. На сегодняшний день с помощью технологии литого асфальтобетона выполнены работы на площади в 560 квадратных метров. Погода делать это позволяет. Литой асфальтобетон технологически предусматривает работу до минус 10-12 градусов за счет того, что асфальтобетон готовится при повышенной температуре 200-220 градусов и повышенное содержание битума и минерального порошка. То есть не требует уплотнения, заливается в ямку, за счет вязки текучести растекается в этой ямке и гарантию можем дать 10 лет на этот асфальтобетон. За выполнением ремонтных работ следят сотрудники ГИБДД. Они выявляют дефекты покрытия, которые могут привести к осложнению дорожно-транспортной ситуации. Это ямы, выбоины и колейность. В данный момент производятся замеры выбоины. Глубина не должна превышать более 5 сантиметров. Сейчас мы видим, что глубина 8,5 сантиметров. Что недопустимо, да, по ГОСТу 505-97-93. На улице профсоюзов ямочный ремонт ведется, но, как оказалось, не везде. Полицейские замеряют дефекты и в случае, если он превышает норматив, выносят предписание об устранении нарушений и выписывают штрафы. Они серьезные. До 30 тысяч на должностных лиц и до 200 тысяч на обслуживающую организацию. В этом году к таким мерам пока не прибегали. Наш, получается, надзор круглогодичный. Это если в летний период, это мы смотрим за состоянием покрытия, за технические состояния. А в зимний период это мы за содержанием зимнего периода. Проводим замеры, актируем и потом выносим в адрес обслуживающей организации или владельцев дорог предписание. Если такие имеются выбоины, которые превышают предельные размеры, то привлекаем к административной ответственности. Общий объем, который намерены освоить сотрудники Дориемтеха – полторы тысячи квадратных метров. На это уйдет 5,5 миллионов рублей. Планируемый срок – до середины мая. Далее дефекты будут устранять более дешевым струйно-инъекционным методом, который применяется только при устойчивых положительных температурах воздуха. Если брать конкретно эту дорогу, здесь асфальту уже больше, наверное, 12 лет. Естественно, он уже настолько устал от жизни этой, что его надо, по сути дела, менять. Ну, так как замена будет, не будет, это будет летний период, а сейчас нужно хотя бы аварийные ямы устранить. Но планов по переукладке асфальта на этом участке улицы «30 лет победы» нет. Не входит пока в список и проспект Пролетарский. Там дорога разбита и изношена очень серьезно. Объемы ремонтной кампании озвучены. В 2018-м новое покрытие появится на восьми магистралях. Лишь три из них можно отнести к центральным. Это «50 лет ВОКСМ», «30 лет победы» от проспекта Пролетарского до Гресс-Кольца и «Югорский тракт» на участке от спортивной базы «Здоровье» до улицы Зайчий остров. Плюс 65 участков с колейностью. По инициативе депутатов города в этом году создана комиссия, которая будет определять очередность улиц и дорог для ремонта. То есть есть общий список, я сказал, на 2 миллиарда рублей потребности. Соответственно, этот список будет ранжироваться. Первое, второе, третье место. При выставлении дополнительных средств, средства будут выделяться уже, соответственно, по очередности ремонта. Список на 2 миллиарда – это объекты, которые нужно отремонтировать, чтобы привести дороги в так называемое нормативное состояние. Но изначальный бюджет нынешней компании на 100 миллионов рублей меньше, чем годом ранее – 389 миллионов. При этом часть планов на 2018-й начали реализовывать в конце прошлого лета. Электротехническая, энергостроителей, туманная – все они расположены в районе сургутских ГРЭС. Впрочем, есть надежда на дополнительные деньги, за которые кризисные объекты на центральных улицах города можно будет восстановить. Сегодня уже на бюджетной комиссии при главе города принято решение о выделении дополнительно 40 миллионов рублей на ремонт улично-дорожной сети города. И все-таки, я думаю, будем выходить с дополнительными предложениями и пытаться из бюджета еще дополнительные средства получить на эти цели. В прошлом году помощь городу традиционно оказала компания «Сургутнефтегаз». В финансовом исчислении на дороге градообразующее предприятие потратило почти 60 миллионов рублей. В администрации рассчитывают, что СНГ поможет и в 2018-м. Такие намерения уже подтверждены. Обсуждается объем работ. Они всегда партнерские отношения выстраиваем с нашим самым главным градообразующим предприятием и прорабатываем тоже вариант, что какую-то часть нашего дорожного покрытия мы проведем еще привлечем средства «Сургутнефтегаза». Основные подрядчики по ремонту дорог традиционны. Это компании «Автодорустрой», «Североавтодор» и «Юбис». На основную сумму средств все конкурсные процедуры проведены еще в прошлом году. Торги будут на дополнительные деньги, если таковые появятся. Очень и очень еще много для того, чтобы идеальная дорога в идеальное состояние. Но, по крайней мере, как вы сами понимаете, все сразу за один сезон это не сделаешь. Вот мы пошли по пути привлечения средств следующего года. И вот отсюда такие результаты, что надеемся, что примерно на уровень прошлого года выйдем. Это было бы хорошо нам. Темпы износа сургутских дорог опережают темпы строительства, реконструкции, простого и капитального ремонта вместе взятых. Уже сегодня общий износ городских магистралей превышает 50-процентную отметку. Но решить вопрос кардинально может только вливание очень больших денег. А вот взять их пока неоткуда. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Вячеслав Шаркунов. Специально для телевизионного обзора новостей. Прямо сейчас небольшой блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Совсем скоро вернемся в эфир. Реклама пролетела. Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Каким был тон уходящей недели, вам рассказывают корреспонденты службы информации. Сургут Интерновостей и я, Дарья Давыдова. Роспотребнадзор предупреждает. В Югре начинается сезон активности клещей. В этом году случаев укусов в нашем регионе пока не зарегистрировано. Впрочем, такие факты уже есть в 35 субъектах России. Пострадали около 800 человек. Специалисты ведомства отмечают, что, как правило, первое присасывание клещей фиксируют после массового посещения православными кладбищ. 17 апреля по церковному календарю Радоница или, как говорят в народе, родительский день, поэтому не пренебрегайте мерами безопасности. Наденьте плотную одежду, желательно светлую. Почаще осматривайте себя и своих близких. Используйте репелленты. Если вы обнаружите присосавшегося клеща, лучше не вытаскивайте его самостоятельно, обратитесь к врачам. В нашем с вами случае в Сургутскую травматологическую больницу. И, конечно, специалисты напоминают о вакцинации против клещевого энцефалита. Комплекс состоит из двух прививок. Впоследствии нужно будет ревакцинироваться каждые три года. Впрочем, наверное, сейчас население вряд ли отнесется к клещам. С должным вниманием снег еще не сошел. К тому же еще не отступили грипп и УРВИ. Специалисты сообщают, один доминирующий и тип вируса сменился другим. Поэтому расслабляться не стоит. Я передаю слово Антонине Новиковой. Она расскажет об основных отличиях гриппа Б от гриппа А. А также о том, какая профилактика принесет свои плоды. На 8% выше эпидемического порога и на 5% выше показателя прошлой недели. Такие данные опубликовал окружной Роспотребнадзор в отношении статистики по УРВИ и гриппу в Югре. Специалисты пояснили, что чуть ранее в регионе была зафиксирована вторая волна заболеваемости. Впрочем, сейчас она вышла на уровень плато. То есть не волнообразно, не пик, не спад, а на плато. И это обусловлено тем, что произошла смена одного доминирующего вируса гриппа Б, вирусом гриппа А. При этом мы наблюдаем циркуляцию одновременно двух вирусов гриппа А. Этим обусловлено то, что эпидемический сезон в этом году длиннее, чем в минувшем году. В прошлом году мы справились за две недели, сейчас чуть подольше. Симптомы у гриппа А и Б схожи. Главное, пожалуй, их отличие заключается в том, что первый протекает тяжелее. И при неправильном лечении или его отсутствии может вызвать серьезные осложнения. Как правило, распространяются они на дыхательные пути. Именно поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают не расслабляться. Тем более, что небольшой прирост пациентов фиксируют в сургутских поликлиниках. Впрочем, правда, не во всех. Подъем он был, можно сказать, не особо значительный, но он был. И отмечался он, наверное, скорее, по общению с коллегами из поликлиник, он отмечался во второй половине марта. Там как раз был зафиксирован подъем примерно одной из поликлиник на 19%. Последующие недели они давали прирост на 2%. За последнюю неделю, допустим, в частности, по пятой поликлинике, у них прироста нет. То есть стабилизировалась за последние две недели цифра на одном уровне по заболеваемости. Многие путают грипп с ОРВИ. Самое главное отличие этих диагнозов в том, что после простуды через неделю человек полностью восстанавливается и возвращается к обычному ритму жизни, не вспоминая про недавнее недомогание. А после гриппа реабилитационный период затягивается на длительное время. Еще в течение следующего месяца человек может испытывать последствия перенесенного заболевания. Организм гораздо сильнее страдает, иммунной системе требуется больше времени для восстановления. Маленькой Насте 11 месяцев. Однако острая респираторная вирусная инфекция девочка уже переболела. Мама Насти Юлия отметила, что профилактики в их семье стараются уделять повышенное внимание. Всем известно, что лучше предупредить, нежели лечить. Почаще гуляем, проветриваем квартиру, допускаем перегрева ребенка, не кутаем, стараемся как-то закаливать. После принятия ванны чуть-чуть прохладной водой обливаем и бегает по домам босичком, чтобы тоже ножки привыкали. В отделении медицинской реабилитации пятой поликлиники заботятся не только о профилактике, но и о быстром восстановлении пациентов после гриппа и ОРВИ. Для того, чтобы мобилизовать силы организма на борьбу с вирусами, либо же наоборот, помочь ему восстановиться быстрее, здесь можно посетить физиопроцедуры. Одна из них, например, травяной ингалятор. Есть в арсенале медиков еще несколько оздоравливающих аппаратов. У нас есть стационарный облучатель ультрафиолетовый, который применяется у нас при лечении острых респираторных заболеваний. И также есть у нас аппарат общий УФО ультрафиолетового облучения. Оказывают они множество эффектов. Один из них – это противовоспалительный, десенсибилизирующий эффект. И самое главное – это бактерицидные действия. Повышенное внимание профилактики уделяют и в детских садах. Это усиленный утренний фильтр малышей, дополнительная витаминизация блюд. В Центре развития талантов вообще развернули целый блок для физиолечения. Здесь и солнышко, как его называют дети УФО, и инфракрасные лучи и ингаляции. Мы спросили медиков о сроках, когда лучше начинать процедуры – до или после. Можно до того, как ребенок уже заболел. То есть не нужно ждать, допустим, первых признаков, как у насморка. Например, лучше начинать чуть пораньше. Если же уже случились такие какие-то симптомы инфлюенции, то не стоит долго ждать. Ребенок все равно разболеется. То есть это уже как бы немного не поможет. И очень хорошо закрепить после болезни. В Роспотребнадзоре отметили – лучше вакцинации сегодня еще ничего не придумали. Да, вы все равно можете заболеть. Однако прививка спасет вас от осложнений, которые зачастую бывают тяжелейшими. Поэтому эксперты сегодня настаивают на том, чтобы население начинало вакцинироваться от клещевого энцефалита. Сезон активности этих существ не за горами. К тому же в Югре уже фиксируют постепенный подъем ротовируса. Кстати, прививку от него тоже можно поставить. Правда, показана она детям до одного года. Спросите о наличии этой вакцины в поликлинике по месту жительства. Антонина Новикова, Дарья Давыдова, Денис Зонов, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. На территории историко-культурного центра Старый Сургут в этом году планируется открытие музея Черного Лиса. Современная коммуникационная площадка удивит горожан и гостей муниципалитета мультимедийными представлениями нашего символа. Новый культурный объект – одна из ступеней к брендированию территории на пути к увеличению туристического потока в Сургут. В планы на 2018-й Комитет по культуре и туризму администрации входит и обеспечение свободного доступа для маломобильных категорий граждан ко всем объектам искусства. Безбарьерную среду организуют и в будущем музеи Черного Лиса, конечно. А еще подробнее о новостях мира культуры расскажет Ольга Нахаева. День космонавтики отметили в одном из пансионатов города. Ребята из 45-й школы организовали концерт для пожилых людей и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Ученики читали стихотворения, пели песни и танцевали. Первый полет в космос совершил Юрий Гагарин 57 лет назад. И каждый творческий номер школьники посвятили именно этому историческому событию. Вообще праздники, мастер-классы, тематические встречи в пансионате проводят по разным поводам. День космонавтики не стал исключением. У нас есть люди, в которых, казалось бы, все благополучно, но они чувствуют себя одинокими. Благодаря той работе, которую мы проводим, им здесь очень нравится, и они понимают, что они живут полной жизнью. Развитие и доступность. В прошлом году отремонтировали 63 здания 16 учреждений сферы культуры Сургута. Работы проводились с целью улучшения качества услуг. Особое внимание уделили соответствию правилам пожарной безопасности. Еще одним важным вопросом стало создание условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья. На этот год запланировано усовершенствование 13 объектов. Масштабная реконструкция ожидается в здании музейного центра. В проект включили необходимое оборудование для посещения музея инвалидами всех категорий. Превращение здания бывшего кинотеатра «Аврора» в подходящий центр для театра актера и куклы «Петрушка» произойдет благодаря заключению концессионных соглашений. На сегодняшний день готовы и документы для строительства нового здания детской школы искусств номер 3 в 25-м микрорайоне. На сегодняшний день детская школа искусств находится в арендованном помещении, но это трехэтажное здание, где сделан ремонт под музыкальную школу. Но, конечно, хочется свое здание. Я думаю, у нас все получится. Мы периодически заявляемся и в окружную, и в государственные программы. Но на сегодняшний день пока школа не включена. Но хочу сказать, что все необходимые документы, все готовы. Десятилетие отметил сводный хор учащихся детских школ искусств города «Таланты Югры». К празднику для зрителей подготовили сложнейшее произведение. Хор исполнил ораторию «Сотворение мира» на стихотворный текст Николая Голя по первой главе книги «Бытие». На сцену вышли почти 250 юных музыкантов. В составе хора – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, коллективы детских школ искусств Сургута Сургутского района Нефтьюганска. История родного края от эпохи верхнего палеолита до наших дней. Учёные презентовали будущий многотомник «Академическая история Югры». На основании многочисленных археологических документальных находок, записей и свидетельств современников планируется создание трёх томов об истории нашего края. Каждый том будет содержать три книги об определённой веке развития. Первые книги планируется выпустить уже к 2020 году. 12-й день рождения отметило рекламно-информационное агентство «Пять звёзд». Оно входит в холдинг телерадиокомпании «Сургут-энтерновости». За время существования профессиональный коллектив провёл множество успешных креативных рекламных кампаний. Для успешной работы в агентстве есть всё. Современные технологии полиграфии, собственные площадки размещения рекламы на радио, телевидении и в интернете. Основа труда каждого менеджера – индивидуальный подход к заказчикам. Кстати, отметили праздник рекламщики, как всегда, оригинально и со вкусом. Конечно, в окружении друзей пяти звёзд, которые не скупились на добрые слова. От всей души и от того промышленной палаты, от всего предпринимательского сообщества я вас поздравляю с днём рождения. Растите, процветайте и побольше таких замечательных вкусных дней рождений. Выпуск завершат рекламой и прогноз погоды на предстоящие 7 дней. Я желаю вам только хороших новостей и до встречи на наших каналах. Ну что, Роман Алексеевич, Ванкувер вы прозрали, ваши воспитанники не выиграли ни одной гонки. Но мы вас верим и не сомневаемся, что вы исправите положение. Остаться без медалей в Сочи – это катастрофа для всей страны и лично для вас. И я хочу напомнить, до Олимпиады осталось 800 дней. Смотрите на нашем телеканале. Новый год прошёл, но подарки не закончились. Реальные цены на квартиры в сданных домах от 1 миллиона 750 тысяч рублей и экономия на ЖКУ до 30% в подарок от компании «Сиппромстрой». Подробная информация на сайте sps86.com и по телефону в Сургуте 600 190. Компания «Сиппромстрой». Добро пожаловать домой. Первое в Югре реалити-шоу «Баттл-бизнес». На городском телеканале «Сургут-24». При поддержке администрации Сургута и Сургутской торгово-промышленной палаты. А ты говоришь, не сезон. Я всё переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а? Хорошо там, где есть радиодача. Телерадиокомпания «Сургут-Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 16 по 22 апреля. Здравствуйте в студии Алена Раковская. В начале недели циклон начнёт доставлять в Западную Сибирь довольно холодные воздушные массы из Арктики. Однако уже в четверг к берегам Аби прорвётся очередной облачный вихрь, наполненный тёплым атлантическим воздухом. В начале недели облачно с прояснениями временами снег. В понедельник к утру минус 5, минус 10, после полудня на 5 градусов выше. Во вторник утром мороз усилится до минус 10, минус 15, а днём ослабнет до минус 3, минус 8. В среду осадки маловероятны. На столбиках термометров ночью 12-17 ниже нуля. Днём минус 1, минус 6. В четверг снова снегопады. Ночная температура воздуха 8-13 мороза, днём от нуля до минус 5. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2018». Скидка на всю зимнюю обувь 50%. В салонах обуви «Саламандр» скидка на зимнюю обувь до 50%. В конце недели облачная погода, снег. А в пятницу мокрый снег и ночью 3-8 ниже нуля. Днём минус 3, плюс 2. В выходные субботу-воскресенье к утру 7-12 градусов мороза, днём минус 1, минус 6. Всем мамам подсказка. Коляска-трость как сказка. Лёгкая, удобная, складная, новомодная. Коляски-трости с ушками и без уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания.